Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правого поля» совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики и я, ведущий Альберт Петров. Сегодня у нас необычный выпуск. Передача «Правого поля» исполняется в ровно один год с момента выхода в эфир на национальном телевидении Чувашской Республики. «Правое поле» – передача, направленная на правое просвещение граждан. Здесь совместно с работниками прокуратуры обсуждаются наиболее актуальные правовые темы, даются полные и достоверные разъяснения действующего законодательства, рекомендации о способах защиты нарушенных прав, доводится информация о полномочиях органах прокуратуры. Для усиления доступности и наглядности передаваемой информации все выпуски передач сопровождаются отдельными сюжетами, основанными на реальных событиях из прокурорской практики. С момента выхода в эфир передача уже завоевала определенную популярность среди телезрителей, что подтверждается количеством просмотров выпусков передач, размещенных в сети интернет. Специально для тех, кто по каким-либо причинам не смог посмотреть передачу на экранах телевизоров, все ее выпуски можно увидеть на сайтах прокуратуры Чувасской республики, национальном телевидении Чувасской республики и на известном широкой аудитории сайте YouTube. Поэтому мы приглашаем всех, кто хочет повысить уровень своей правограмотности, знать, как защитить нарушенные права в определенной ситуации и, напротив, лишний раз уберечь себя от ответственности за поступки, совершенные из-за незнания закона. Тема сегодняшней передачи – соблюдение прав граждан при привлечении к административной ответственности. Согласитесь, составление протоколов об административных правонарушениях, наложение штрафов и принятие иных мер административного воздействия уполномоченными органами – процедура неприятная. Однако, как показывает прокурорская судебная практика, к сожалению, не всегда при этом соблюдается закон. Как защитить себя от произвола и беззаконних подобных ситуаций? В какие сроки и куда обжаловать незаконные решения? В то же время, всегда ли сами граждане действуют правомерно, пытаясь уйти от предусмотренной законом ответственности? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить на наши передачи. Сегодня у нас в студии начальник управления по назору за соблюдением Федерального законодательства прокуратуры Чувакской республики Дмитрий Валерьевич Тимофеев. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте. Дмитрий Валерьевич, вот прежде чем перейти к полномочиям прокурора непосредственно по защите прав граждан при привлечении к административной ответственности, хотелось бы уточнить, какими законами вообще предусмотрена эта ответственность, какие органы у полномочий составлять протоколы, а какие привлекать к этой ответственности? Вообще, все законодательство об административных правонарушениях в нашем государстве состоит из двух нормативных актов. Сделано это специально, наверное, для того, чтобы граждане знали, где искать нормы, которые регулируют эти правоотношения, чтобы не было никакой путаницы. В настоящее время это Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, и в каждом субъекте Российской Федерации принимается свой закон, допустим, в Чувашской Республике, это закон Чувашской Республики об административных правонарушениях, в котором также установлен ряд административных составов и наказаний. Административным законодательством предусмотрены такие виды наказаний, как предупреждение, штрафы, лишение специального права и так далее. В этом году, стоит отметить, введено новый вид административной ответственности. Это обязательная работа, которая заключается в том, что лицу, которому они назначены, обязан в течение определенного периода времени выполнять общеполезные работы. Что касается органов и должностных лиц, которые упомномочены составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, исчерпывающих их перечень приведен в нормативных актах, которые я назвал. Ну, перечислять, думаю, смысла нет. Их более 90. Ну, основные органы, чаще всего, которые составляют протоколы, вообще по статистике как? Ну, по статистике, я думаю, граждане, в принципе, многие сами с этим сталкивались. Это, прежде всего, конечно же, органы внутренних дел, органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Далее, это наши все контролирующие органы. Одним из направлений прокурорского надзора является как раз-таки надзор за соблюдением законодательства об административных правонарушениях всеми перечисленными органами, которые вы указали. Как организована работа как раз-таки органов прокуратуры по надзору за соблюдением законов в указанной сфере? Это отдельное направление прокурорского надзора. Кодексом об административных правонарушениях прокурорам предоставлено право обжаловать, То есть принести протест на любое постановление по любому делу об административном правонарушении. Тогда есть, наверное, смысл разъяснить нашим гражданам, а куда обжаловать незаконное постановление, если, допустим, гражданин не согласен с ним? Постановление по делу об административном правонарушении обжалуется либо высшестоящему должностному лицу, в том случае, если это постановление вынесено должностным лицом. Если дело в отношении гражданина рассмотрел коллегиальный орган, то такое постановление может быть обжаловано только в районный суд. И если постановление гражданин привлечено к ответственности судьей, то такое постановление, соответственно, обжалуется в вышестоящий суд. Здесь бы хотелось мне отметить для граждан. Многие заблуждаются, когда пишут жалобы в органы прокуратуры, считая это надлежащим обжалованием. Прокурор наделен полномочиями точно такими же по обжалованию, но прокурор не рассматривает жалобы на постановление по делам в административных правонарушениях. Поэтому зачастую бывают ситуации, когда гражданин вместо того, чтобы обжаловать вышестоящему должностному лицу либо в суд, пишет жалобу прокурору. Прокурор может и не согласиться с долгами гражданина. Если он согласится, он принесет протест. Но обращаю ваше внимание на то, что это не является обжалованием надлежащим. Прокурор рассмотрит вашу жалобу в порядке, которому установлен законом о порядке рассмотрения обращения граждан. Но при этом, наверное, нельзя забывать, что есть еще и сроки для обжалования определенные. То есть прокурор может в принципе в этот срок и не успеть, потому что гражданин сам поздно обратился. Конечно. Если жалобы поданы в последний день, а то и за пределами срока, то и у прокурора уже не остается времени для того, чтобы прореагировать. Кодексом установлен 10-дневный срок для обжалования постановлений. Этот срок может быть продлен в том случае, если причины, по которым он был пропущен, уважительными. При этом гражданину самому придется доказывать уважительность этих причин и представлять соответствующие доказательства. А вот по действиям закладательства можно ведь обжаловать и вступившие в законную силу постановления. Скажите, куда обжаловать можно вступившую в законную силу постановления? И вот есть ли сроки какие-то для обжалования? Да, действительно. После того, как проходит срок на обжалование и постановление не обжалуется, оно считается вступившим в законную силу. Предусмотрен административным законодательством порядок обжалования вступившего в законную силу постановления в порядке надзора. Рассматривают такие жалобы Верховный суд субъекта и Верховный суд Российской Федерации. Но здесь хотелось бы отметить одну особенность. Дело в том, что у нас по Федеральному конституционному закону о судебной системе вышестоящие суды уполномочены надзирать за постановлениями только нижестоящих судов. Исходя из этой нормы, еще в 2005 году вышло разъяснение Верховного суда России о том, что в порядке надзора рассматриваются судами лишь постановления и административные дела, которые были предметом судебной оценки. То есть это либо постановление, вынесенное мировыми судами, районными судами или вышестоящими. Если в отношении гражданина вынесено постановление, допустим, инспектором ГИБДД, и он его не обжаловал в установленный срок, оно вступило в законную силу, такое постановление уже невозможно в порядке надзора пересмотреть. Вы говорили, что можно обжаловать, по мнению гражданина, незаконное постановление вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. То есть не обязательно в районный суд, допустим, можно обжаловать вышестоящий орган и вышестоящему должностному лицу. Получается, если гражданин, допустим, обжаловал постановление не в районный суд, а в пределах срока обжалования седневного, как вы сказали, а вот именно вы считаете орган или должностное лицо, в дальнейшем, если этот орган, либо должностное лицо отклонит его жалобу и оставит в силе постановление, получается, что у него нет уже больше возможности обжаловать это постановление Верховной Суд Чувасской Республики, например, или Верховного Суд Российской Федерации. То есть создаются такие условия несколько неравные, согласитесь, или как? Ну, почему? Порядок обжалования, так скажем, в несудебных постановлениях, то есть, ну, будем говорить, опять же, пример, который ближе всего у нас граждан, допустим, постановление, вынесенное инспектором ГИБДД. Кодекс, на самом деле, предоставляет здесь больше возможностей для его обжалования. То есть у человека есть выбор. Он либо может пойти к вышестоящему должностному лицу, допустим, к руководителю этого инспектора ГИБДД, либо может пойти сразу в суд. Либо он может сначала пойти к должностному лицу, и уже после того, как это должностное лицо рассмотрит его жалобу, в случае, если не удовлетворит результат гражданина, он, опять же, оставляет, имеет право обжаловать это в суд. Поэтому, ну, наверное, целесообразно гражданину идти сразу в суд. Ну, просто я хочу обратить внимание, что ведь пока гражданин обжалует высшестоящий орган и высшестоящего должностного лица, идут сроки, да? То есть получается, что оно рассмотрело, приняло решение, а дальше как? Ведь в Верховном суде Чувасской Суфольки, так понимаю, уже нельзя обжаловать это постановление. Ведь это не судебный орган, фактически. В любом случае, если оно вступило в законную силу, то уже нельзя. То есть даже хотя бы по этой причине, если есть... Да, уже хотя бы по этой причине. Если у вас появится судебный акт в вашем деле об административном правонарушении, вы уже, у вас появится право и возможность пересмотра дела в порядке назового. В порядке назового. Ну, основная масса нарушений все-таки на сегодняшний день – это нарушение процессуальных требований в законодательстве об административных правонарушениях. Большая часть из них, наверное, связана с тем, что дела рассматриваются в отсутствии гражданина, которого привлекают к административной ответственности. При этом гражданина часто надлежащим образом не уведомляют отдать времени и месте рассмотрения административного дела. Это является процессуальным нарушением и влечет отмену вынесенного постановления по делу об административном правонарушении. Поскольку гражданина лишили права на защиту, он мог привести свои доводы и доказательства того, что он, допустим, даже невиновен. Допускаются случаи, когда гражданина привлекают к административной ответственности в отсутствие доказательств, полностью подтверждающих его вину. Ну, допустим, в этом году в ходе проверки соблюдения административного законодательства в органах ГИБДД Республики был выявлен факт, когда согласно постановлению гражданка была привлечена к административной ответственности за то, что она ехала в качестве пассажира на легковом автомобиле. На сегодняшний день мы даже не можем сказать, в чем там конкретно выразилось нарушение, но формулировка постановления была описана именно такой. Либо здесь невнимательность со стороны инспектора, либо еще что-то. Естественно, данное постановление нами было протестовано. То есть в самом протоколе общения было указано, какие правила дорожного движения конкретно нарушила эта женщина? Конечно, да. То ли это была спешка, то ли что, но инспектор лишь указал то, что женщина ехала в качестве пассажира и привлек за это ее к административной ответственности. А всегда ли правильно дается квалификация действиям гражданина? Потому что ведь от этого тоже очень многое зависит. В зависимости от того, по какой статье привлекли к ответственности, зависит и санкция. То есть наказание. Может быть, оно меньше, больше. То есть от правильной квалификации много значит. Правильной квалификации много значит вообще. Да, действительно, вы правы. И органами прокуратуры выявлялись случаи, когда действием гражданина давалась неправильная оценка. И это влекло применение к нему более строгой санкции, чем должна была быть применена, если бы дело было рассмотрено в соответствии с законодательством. Ну, как пример могу привести. В Новочебоксарске был случай, когда сотрудниками органов внутренних дел в отношении женщины было подряд составлено два протокола за нарушение тишины и покоя граждан после 22 часов. При рассмотрении этих двух протоколов административная комиссия решила по первому протоколу привлечь в пределах санкций, которые предусмотрены для обычного состава, так скажем. По второму протоколу административная комиссия решила привлечь женщину уже как за неоднократное, за повторное нарушение. Но вот здесь опять есть нюанс. По более тяжелой санкции, которая предусмотрена, то есть неоднократность, можно привлечь только в том случае, когда первоначальное постановление, которым признана она была виновна, вступило в законную силу. Здесь же мы говорим о двух протоколах, составленных одномоментно. Соответственно, выводы административной комиссии о том, что ее необходимо привлечь по более тяжкой санкции, они являлись неверными. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Жительница города Новочебоксарска получила административный штраф в размере тысячи рублей, а могла выложить и более крупную сумму – три с половиной. Столько стоило женщине нарушение ночного покоя. Соседи обвинили ее в том, что она слишком громко включает телевизор по ночам. Правоохранителями было зафиксировано два таких случая. Женщина, подписав протокол, фактически признала свою вину и согласилась оплатить штраф в 500 рублей за один эпизод нарушения покоя. Но административной комиссии города было вынесено решение оштрафовать ее на три с половиной тысячи, так как покой и тишину она нарушала не единожды. Второе постановление о привлечении к административной ответственности было вынесено административной комиссией с учетом того, что данная гражданка была привлечена к административной ответственности уже по данной статье, то есть на данном же рассмотрении. Поэтому за повторное была повышенная санкция, на что в принципе прокурор принес протест, предварительно до этого указав административной комиссии на допущенное нарушение. Привлечение к административной ответственности вступает в силу через 10 дней после вынесения решения. То есть в тот момент, когда женщину решили наказать за повторное нарушение тишины и покоя соседей, первая еще не вступила в силу. Прокурор посчитал действия административной комиссии незаконными и опротестовал их в Новочебоксарском городском суде. На момент вынесения наказания по второму делу, административное наказание по первому делу еще не вступило в законную силу. И Петрова не могла считаться повторно совершившей административное правонарушение. С постановлением Новочебоксарского городского суда действия Петрова были переквалифицированы с частью 4 на часть 1 статьи 9 закон Чувальской республики об административных правонарушениях. И штраф был уменьшен с 3 тысяч до 500 рублей. Усиленная санкция, возможно, назначена незаконно. С прокуратурой города Новочебоксарска мы не спорили, готовы были отменить и пересмотреть ее добровольно. Однако в своем протесте прокурор города Новочебоксарска отметил, что данное нарушение было выявлено в ходе проверки. Хотя по нашим сведениям, то есть мы совершенно не в курсе, что проводились какие-либо проверки администрации города Новочебоксарска в части соблюдения законодательства административного, именно административной комиссии города Новочебоксарска. Чиновники собираются обратиться с апелляционной жалобой в Верховный суд Республики и получить там уже окончательный ответ. Не противоречат ли действия прокурора действующему законодательству? Дмитрий Валерьевич, понятно, что права граждан при привлечении к административной ответственности, как Вы уже сказали, не всегда соблюдаются. Однако хотелось бы обратить внимание на потерпевших в обществе государства, потому что возникает вопрос, а всегда ли те граждане, которые действительно должны понести ответственность, понести наказание, совершившие административное правонарушение, привлекаются к предусмотренным законам ответственности. Ведь от этого очень многое зависит, в том числе права потерпевших, например, в том числе и получение, допустим, может быть, каких-то страховых выплат, если это связано с разрешением права дорожного движения. Вот хотелось бы обратить внимание, всегда ли реализуется принцип неотвратимости наказания, или бывает так, что некоторым лицам удается уйти от наказания и от ответственности из-за элементарного попустительства правоохранительных контролирующих органов, которые как раз таки донезлины соответствующими полномочиями? Ну, к сожалению, действительно не всегда правонарушители несут ответственность, ту, которую они должны понести. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, если гражданину назначен штраф, он обязан его оплатить в течение 60 суток. В случае, если он это не делает, постановление передается в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Но для того, чтобы каким-то образом мотивировать, с одной стороны, а может быть и покарать граждан, которые не исполняют назначенные им санкции, Кодексом установлена административная ответственность. Это статья 20.25, которая предусматривает наложение двойного штрафа. То есть, тот штраф, который в свое время не уплачен, увеличивается вдвое, и гражданин обязан будет уже оплатить эту санкцию. Либо даже возможен арест этого гражданина, в том случае, если он уклоняется от оплаты штрафов. Полномочиями по составлению этих протоколов по 20.25 наделены те же самые должностные лица, которые вынесли первоначальный штраф. Но, к сожалению, не всегда эти должностные лица этими полномочиями пользуются. Бывают случаи, что практически граждане и нарушители остаются без надлежащей ответственности. Как в качестве примера можно привести, опять же, в ходе проверок органов ГИБДД, в Батревском районе, к примеру, выявлено, что лишь по 7% таких случаев составлялись протоколы по 20.25. И граждане привлекались к двойному штрафу, либо к аресту. Имеют место случаи, когда органами, уполномоченными исполнять административное наказание, неправильно применяются его нормы, что влечет в совершенно необоснованное освобождение правонарушителей от ответственности. В качестве примера можно привести, был случай, когда в органы прокуратуры обращались граждане на бланках и использовали при этом герб Российской Федерации. Герб и символика Российской Федерации при этом использовались в нарушении требований законодательства, поскольку, по сути, это может размещаться лишь на официальных бланках. Органами прокуратуры копии таких обращений передавались в органы МВД для привлечения к ответственности этих лиц за незаконное использование государственной символики. По ряду таких поручений одним из участковых, уполномоченных полиции, было вынесено решение об отказе в привлечении граждан к административной ответственности, в связи с тем, что он не успел составить протокол в течение двух суток. Да, действительно, в Кодексе об административных правонарушениях установлен ряд организационных сроков, в том числе, допустим, двое суток на составление протокола с момента выявления административного правонарушения, 15 суток на рассмотрение. Но все эти сроки являются организационными, а не пресекательными. То есть, если есть факт административного правонарушения, лицо должно быть привлечено к ответственности, даже если должностное лицо не успевает составить протокол в течение двух дней. Это не является процессуальным нарушением, которое влечет отмену, поскольку эти сроки организационные, они непресекательные. Единственный пресекательный срок у нас в административном законодательстве – это срок давности привлечения к ответственности. Он составляет по разным делам от двух месяцев до одного года. Возвращаясь к примеру, в данном случае решение этого участкового было абсолютно незаконно, что повлекло со стороны прокуратуры соответствующее реагирование. А всегда ли граждане сами соблюдают закон, когда их привлекает к административной ответственности? Выполняют ли они законные требования органов внутренних дел? Казалось бы, виноват, раскаясь, но ведь, согласитесь, не всегда и не все граждане ведут себя адекватно. Более того, вам не кажется, что постоянный прессинг сотрудников полиции со стороны средств массовой информации, общественности, приводит к тому, что граждане буквально чувствуют себя безответственно и безнаказанно. То есть формируется порой необоснованное негативное отношение к органам власти, что приводит и к неуважению, получается, к властным структурам. Это приводит к хампскому поведению и также даже к издевальству над фактически должностными лицами. Порой нужно иметь железные согласитесь нервы для того, чтобы всему этому противостоять. А ведь сотрудники органов внутренних дел, допустим, сотрудники контролирующих органов, тоже ведь люди, которые имеют свои человеческие качества определенные. Да, действительно, естественно, нельзя оспаривать плюсы гласности, так скажем, принципы демократии, свободы слова и всего остального, которые у нас провозглашены в обществе. Но зачастую граждане злоупотребляют своими правами. Действительно, в этом году был случай, когда гражданин, несмотря на законные требования сотрудников ГИБДД, которые остановили его за совершение административного пронушения, в принципе отказался от исполнения их законных требований. Случай, конечно, вызывающийся и показательный. Почему? Потому что в данном случае при первом же неповиновении требованию сотрудников полиции они вправе применить меры обеспечения по делам административного пронушения, которые у нас в кодексе указаны. Прежде всего, это доставление задержания. Если гражданин отказывается выйти из машины, если он отказывается предъявить свои документы, то есть он воспрепятствует законной деятельности полиции, сотрудники полиции вправе были и применить и силу в том числе. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. 7 марта этого года на проспекте Мира патрульные остановили «Опель». Водитель иномарки с транзитными номерами нарушил правила дорожного движения. Незаблаговременно занял соответствующую полосу, на которую поворачивает. Но предъявлять документы в руки правоохранителям почему-то отказался. Даже не открыл двери автомобиля. Составляйте протокол, несите сюда протокол, составляйте при мне, на месте административного правонарушения. Подойдя к данному водителю, они приставились, он сам это фиксировал на свою видеокамеру водитель Петров, попросили предъявить документы. Но данный водитель Петров отказывался предъявлять документы. Сотрудники ДПС неоднократно требовали от него предъявить и предоставить документы водительской связи с регистрацией транспортное средство страхового полюса инспекторам для фиксации его нарушения. Но водитель Петров отказывался. Тем самым он нарушил статью 19.3, часть 1 Кодекса административного правонарушения, то есть невыполненный закон, требованный сотрудник полиции. В итоге по всему этому на водителя Петрова был составлен административный штраф, возьмите 100 рублей, и составлен рапорт, после чего его отвезли мировые судьи, и мировой судья вынес постановление о заключении его подстажу за невыполнение законов, требованный сотрудник полиции на 5 суток. По закону водители должны останавливаться по сигналу сотрудников ДПС и обязаны предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Если требования не выполняются, водителя ждет заключение о подстражу до 15 суток, либо штраф от 500 до 1000 рублей. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, за содержательный и интересный разговор. А я еще раз напоминаю, что с нами был начальник управления по надзору с соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувасской республики Дмитрий Валерьевич Тимофеев. Как видим, столкнуться с органами, применяющими административное наказание, может каждый. Естественно, незнание закона не освобождает граждан от ответственности, но и сама эта ответственность должна наступать исключительно в рамках закона. Важно в свое время принимать меры к защите своих прав. Ну а если виноват, достойно понести ответственность, поскольку, уклоняясь от заслуженного наказания, можно потерять намного больше. И не только материально. Репутация и доброе имя порой стоят намного дороже любых административных санкций. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин